Человек, совершивший подвиг, точно знает, ради чего стоит жить и за что не страшно умереть. Командир отдельного танкового батальона Мурадали Таиров точно знает, как одержать победу даже в самом тяжелом сражении. Несмотря на серьезное ранение, он продолжал командовать батальоном, что привело к победе в этом бою. Как закалялось сердце настоящего офицера и что вдохновляло его на подвиге? Смотрите сегодня в программе «Время героев». Подполковник Мурадали Таиров – опытный командир. Участвовал в боевых действиях в Сирии, а сегодня освобождает земли Украины от нацистов. Расскажите, что это с первого дня в специальной военной операции? Да, с первого дня. И что ты увидел? Ну, во-первых, бой видел. Видел, как смело наши товарищи, наши сотрудники, наши офицеры. Правда, что у нас сержанты успешно выполняют задачу, не боясь, не чувствуют страха. У тебя, как у командира, есть, может быть, какой-то ритуал, напутственное слово перед выходом в бой для ребят? Девиза нашего батальона – это только вперед. И это слово знает каждый танкист уже, они все обучены этому. Если что-то случилось, мы превращаемся в пехотинца, будем с автоматами, гранатами кидать. Но ни в коем случае не дадим ни один кулачок земли ставить противнику. Мы тоже берем пример с наших рядов и не шагу назад, только вперед. Батальон командира Таирова получил боевую задачу – освободить населенный пункт от нацистов. Враг засел в укрепрайоне и наносил удары по нашей пехоте. Нам надо было отрезать вот это поступление резервы и бейпаса, чтобы не поступало к противнику. И опорные пункты, которые мешали очень наступающим подразделениям, надо было их просто уничтожить. Так как у меня танк, а потом все-таки этот основной кулак, железный кулак, надо было обеспечить войска огневым налетом из танков и дать штурмовым подразделениям, штурмовать этот город. Танкистам нужно было действовать слаженно и быстро, отрабатывая каждое действие как единый организм. Со своими боевыми братьями Мурадали познакомился только на специальной операции и за короткое время смог наладить боевое слаживание батальона. Мои бойцы, мои офицеры, они все занеско. Интересно. Как они сразу тебе доверились? Ну, сразу не доверились. Сначала проверяли, походу, сами тоже. А ты как пережил эту проверку? Спокойно. У меня был инструктаж четкий, правильный, хороший. Я действовал согласно инструкции. Все. Моя задача была их готовить, чтобы они были подготовлены. Когда наступил этот момент их полного доверия тебе? После первых боев они поняли, что за командиром всегда пойдем и будем идти. Я изначально видел в глазах своих бойцов, своих офицеров такой огонек, такое желание. И страха в их глазах не видел я. А откуда в них этот огонек? Все эти места, края, где сейчас свой идет, это все наша родина. Это все наша родина. Поэтому, выполняя задачу с ребятами Донбасса, с ребятами, которые там, Луганска, Донецка, понимаешь, что ребят украли у них родину. Я думаю, что желание выводить окра-нацистов и фашистов с территории, у них уже заложено давно в душе и в сердце. А бесстрашное сердце командира Таирова вело батальон в бой. Ну, самая ответственная миссия была на твоей роде? Самую основную работу тогда делали танки. Танки делали. Потому что танк – это основная единица, которая может подавить такие, ну, за исключением артиллерии, конечно, артиллерии и танки. Подавить, может, такие огневые точки. А тебе каково было чувствовать эту ответственность? Командир, он и воспитатель, он и командир, он и вдохновитель, он и лидер, он и все. Это вот несколько качеств, которые у командира должны быть, да, они приходят с опытом, с годами, потихонечку, да. Я знаю, что у всех моих починных, да, у них есть жены, дети, у них есть родители, у них есть братья, сёстры. В каждом бою молю Всевышнего, чтобы они были живы-здоровы и, соответственно, вернулись с победой домой. Поэтому ответственность большая, дай бог, мне нести эту ответственность застойно. Батальон под командованием подполковника Таирова отрабатывал высший пилотаж танкового боя – карусель. Боевые машины, сменяя друг друга, беспрерывно наносили удары по позициям врага. Там был танковый рот, танковый рот работал, три танка работало, остальные там готовились к работе. И как ты руководил каруселью, как ты принимал эти решения? Со мной были мои подчиненные, которые один с радиостанции, второй стоит у квадрокоптера, монитора. Мы с квадрокоптера смотрим, видим, куда она попала. Соответственно, 300 вправо, 300 влево, 200 ближе, 200 далеко. И сколько времени длился этот бой? Часа, мы там часа три отрабатывали. То есть ты три часа, да, без остановки руководил всем этим процессом? На передвижках между боями все-таки, ну, есть у нас там по 5-10 минут разбор полетов там делать, и корректировать, и инструктировать, и еще дальше работать. А вот в этом бою что поднимало твой дух? Сила духа моих бойцов, и, соответственно, нас вдохновляет то, что мы все-таки на правом деле. Победа будет за нами. Мы освобождаем эту землю от неонартистов, а фашистов. Поэтому нас вдохновляет нашу задачу, наше дело. Но мужество и отвагу Мурадали в том бою закаляло и еще кое-что. В нескольких километрах от него с нацистами героически сражался его младший брат. Мурадали рано повзрослел. Его отец умер, когда мальчику еще не исполнилось и 18 лет. Юноша стал главой семейства и воспитывал младшего брата Али. Я учился в третьем классе, когда у меня отец умер. Меня воспитывала мать и брат. Брат учился тогда в Рязанской военной воздушной десантной. Я всегда мечтал, чтобы стать как он. Он приезжал в отпусках. Я на него смотрел так. Я ему всегда говорил, я хочу стать как ты, военный. А вот тогда в детстве можешь вспомнить, да, ты в третьем классе, вот он приезжает в форме, вот каким ты его видел? Серьезным, таким, высоким. Он много не говорил. Он говорил раз. И всем понятно было вокруг, что человек знает, о чем говорит. Я, естественно, радовался. Я бегал к нему, потому что он мне подарки привозил. Что привозил? Он в основном сладости привозил и амбардирование для спортзала. У нас тогда с этим была проблема. Не возили, и денег как бы маловато было. Он, получается, копил. Здесь, когда учился курсант, он мне покупал плечатки, он мне покупал все это, привозил. Каждый раз, когда он один раз в год приезжал на месяц, я этого радовался. Строгий был. Ну, я как бы хулиганом был. Я очень много там на улице со всеми там ругался, там всякие. Я его только боялся. Мне говорили, что Мурад дома, и все. И я приходил. Глаза вниз. Мурадали редко бывал дома из-за службы, но старался воспитывать брата настоящим мужчиной. Он для меня как отец. Отец, он герой. Я всегда его героем называл. Всегда я восхищался, старался брать с него все. Его слова, его действия, его мудрость. Вот самое главное, что у него, это мудрость. А откуда в нем эта мудрость? Я думаю, от отца. Я маленький был, я отца не помню. А брат помнит. Я думаю, все из-за отца. Отец у нас был мудрым человеком. Если ты что-то начал, то будь мужиком, иди до конца. Не надо ничего бояться. Если ты не уверен в себе, лучше не лезь туда. А если ты в лес, то иди до конца. Вот этот урок я на всю жизнь запомнил, как меня брат с детства наставлял. А как думаешь, Мурад Али почему решил стать военнослужащим? Мурад по наставлению отца. Отец его ему говорил. Отец его отправил учиться. Он, если не ошибаюсь, на втором курсе учился, когда у меня отец умер. И он как бы не бросил, он пошел дальше. Он матери говорил, что у меня отец всегда хотел, чтобы я стал офицером, и я пойду дальше учиться. И я за ним последовал. Али окончил Казанское высшее военное училище и стал командиром танковой роты. Отважные братья Таировы вместе даже участвовали в торжественном параде на Красной площади в честь Дня Победы. И что это было для вас? Он не всегда подправлял. Когда я ездил на танке, он мимо стоял, смотрел на меня. Урок ставь, голову как стоит. Заселял меня, уверенность. Чем тебе запомнилось это участие в параде на Красной площади? Это переживание, это все, это обслуживание техники, это красить, это все герковские ленты наклеить прям по линеечке. Вы знаете, все же вся страна на тебя смотрит. И это, конечно, опыт и гордость. Вот самое главное, это гордость. Она ощущается 9 мая, что вся страна с нами. Когда началась специальная операция, Али снова последовала со братом и поехал защищать родину. Ты командир танковорота. Так думаешь, какие главные качества тебе привел Мурадали? Главное качество – это уверенность. В нашей службе военной самое главное – это уверенность. Потому что солдаты, сержанты и подчиненные офицеры в моей должности командироты, они всегда смотрят на командира. Если он уверен, то все за ним следует. Всегда говорит правду. И быть стойким в своей правоте. Если ты прав, значит, ты выиграешь. Как говорится, сила в чем? Сила в правде. Вот всю жизнь, вот, это качество, как бы, это всего. Я вот брату учился, и он мне всегда неоднократно говорил, будь уверен, у тебя все получится. Не унывай. А на поле боя под шквальным огнем врага Мурадали корректировал удары своих танкистов, рискуя собственной жизнью. Где ты находился? С укрытия нельзя было выходить. Все-таки можно выходить там в экстренных случаях. Я-то опасался, что под танком они попали. Выходить, посмотреть. В это время прилет был. Пролет один далеко от меня, а второй рядышком. Ну, я упал на живот. Очнулся там в течение 30 стеклов. Очнулся, смотрю, на колени встал, и все, стою. Больше не могу там шевелиться. В момент ранения, что ты увидел? Взрыв. Когда я сам поранился, я спросил своих замов. Все живы-здоровы. Танки целы все. Он сказал, что все живы-здоровы. Командир, все хорошо. Меня это вот успокоило. Я когда еще в раннем лежал, я своим заместителем вся задача, чтобы продолжил бой, не отвлекаться на меня. Продолжаем, работаем. Боевые братья-танкисты, вдохновленные мужеством своего командира, обрушили на нацистов огненный вал и сокрушили врага. Задача была выполнена. Какое бы там ни было, скажем, ранение, задача не снимается. Мы задачу выполнили. Тем не менее, мы обеспечили успешный штурм города. Не зря поранились, не зря мы там потрудились. Уже в госпитале Мурадали прооперировали. Ногу, к сожалению, спасти не удалось. Но отважный командир Таиров не отчаялся. Он мне рассказал, говорит, так и так. Он заулыбался, улыбается, говорит, ты что, ты так переживаешь? Говорит, я, говорит, жив. Самое главное, я с тобой разговариваю. Все. По остальному, говорит, не переживай, мне ноги поставят, я встану опять и поеду. Да еще служить родине. Тебя уже поставили, да, в процесс? Нравится. Вмечательно. Мягкий, хороший, удобный. Скоро привыкли. Хочу оказаться среди своих бойцов, среди своих офицеров и выполнять задачу дальше. Обратился я к руководству, чтобы меня оставили на мою прежнюю службу, чтобы я дальше мог нести службу. Пока есть силы, есть возможности. Хочу выполнить задачу. Смелый и отважный командир Таиров снова рвется на передовую, ведь знает, как сильно в нем нуждаются его товарищи. Откуда в тебе эти качества? Ну, во-первых, меня воспитывал мой родной десантный училище Рызанское, а там учат, готовят офицеров, которые защищают родину. У меня командиры были очень хорошие люди, очень хорошие люди, порядочные офицеры, смелые офицеры. Я брал пример с них. Дед Великой Отечественной войны прошел. Ну и соответственно, подвиги наших дедов, прадедов Великой Отечественной войны. Ну да, все же помнят эти подвиги Великой Отечественной того же Мария Сева. Сейчас подвиги не меньше совершаются вами. Алексей Мария Сев это мой кумир. Вот оно что. В каком возрасте ты познакомился с подвигом Мария Сева? Я еще в школе учился. Я в среднем школе учил в книгах. Они про Алексей Мария еще тогда были. Это наверное в шестом, пятом классе был я еще. И какое впечатление тогда на тебя это произвело? Я вдохновлялся мужеством этого человека. Я просто вдохновлялся, просто ошарашил. Хотелось бы, чтобы в школьных книгах побольше было про наших героев в Великой Отечественной войне. Как считаешь, для чего нужны эти знания сейчас детям? Вы знаете, есть такая нервная или пословица. Не зная прошлое, будущее не построишь. Мы не должны забывать наше прошлое. В гражданской жизни Мурадали глава большой семьи и многодетный отец. Как старший сын реагирует на папины командировки? Старший сын, он спортсмен, он командир в Москве спорта по боксу, член сборной Москвы. Ну, как реагировать? Реагировать тоскует, скучает, хочет, чтобы папа был рядом. я им объясняю так, дети, чтобы война не дошла до наших дворов, мы должны выполнять задачу там, где нас не ждут. Поэтому будьте терпеливы, будьте мужественны, помогай младшим брату и сестре, помогай маме, будьте умницами, наше дело правое, победа будет за нами, враг будет разбит. Все, папа, умели. Как дети тебя сейчас встретили, когда ты говорил? Ну, ничего, папа наш герой, говорит, папа ваш обыкновенный парень, обычный парень, говорю, папа ваш, все. У тебя два ордена мужества. Да. И что для тебя означают эти два ордена мужества? Это означает, что командири наши, они видят наши заслуги, нашу работу нашу и оценивают по достоинству. Я считаю, что мои награды это награда моего батальона. Это прежде всего награда моих личностей состава. А вот твои офицеры, бойцы, они кто для тебя? Они для меня мои боевые братья. А что значит боевые братья? Не шадя свои силы, не шадя свое здоровье, спиной друг друга стояло, защищали груди друг друга, не бросали друг друга в момент ранения. не отчаивались, не паниковали, поддерживали друг друга. Это те товарищи, которые никогда не забудешь. Никогда. Но главную награду каждый российский офицер уже носит в своем сердце. Это великий дар любить свою родину. Любить родину это такое счастье, такой великий дар любить родину. Родина для меня это та место, в котором я родился, то место, в котором я вырос, то место, которое меня воспитывало, те люди, которые меня воспитывали. Тот кулачок земли, от которой я вдохновляюсь, от которого я вижу, радуюсь. Я хочу, чтобы эта земля, эта родина, она была в покое, в мире, в спокойствии. Родина, она, это мать. Мурадали, а сейчас попрошу тебя ответить на вопросы, ради чего стоит жить и за что не страшно умереть. Подумай и напиши, пожалуйста. Надо жить ради любви, ради семьи, ради друзей, ради мира, покоя, ради матери. Не страшно умереть ради защиты родины, ради семьи, ради мира, покоя во всем мире. Редактор субтитров А.Семкин